Наши армянские друзья очень любят арменизировать древнюю Албанию, приписывать названию Армении немыслимые, порой фантастические черты и описания, особенно говорить об армянах, как о древнейшем народе и прочее. Это энциклопедический словарь Браггауза и Ефрона. Универсальная энциклопедия на русском языке, изданная в Российской империи акционерным издательским обществом Браггаузи Фронт в Петербурге в 1890-1907 годах. Она содержит 121240 статей, 7800 иллюстраций и 235 карт. Составляли эту энциклопедию умнейшие люди своего времени, за что она и получила статус универсальный. Среди них были академики, профессора, ведущие специалисты, представлявшие разные области науки. Вот имена некоторых из них. Профессор Дмитрий Менделеев. Профессор географии Александр Ваяков. Член-корреспондент Петербургской академии наук. Историк Николай Кореев и так далее. То есть научная ценность энциклопедического словаря Браггауза Ефрона неоценима для тех, кто верит не в сказки, а в его величие научно доказанные факты истины. Итак, находим в энциклопедическом словаре Браггауза Ефрона статью «Албания» и читаем. Албания. Это имя носило у древних самая восточная часть местностей, лежащих к югу от Кавказа, между Черным морем и Каспийским морем, к северу от Армении, границу с которой составляла река Кирос, нынешняя Кура. Обитатели этой страны, соответствовавшие приблизительно нынешнему Ширвану с Южным Дагестаном, описываются у древних как люди весьма простых нравов и честного характера, а вместе с тем, как превосходные стрелки из лука и наездники. По большей части это были намады, вероятно, туранского племени. Историческую роль они играли лишь случайно, во время похода Помпея против Армении, 65-й год до Рождества Христова, когда их страна, составлявшая союз 12 племен под управлением собственных наследственных князей, во главе которых стоял царь, была временно вынуждена признать на собою верховную власть Рима. Ни слова об армянах. Сколько бы нашим армянским друзьям не нравилось, однако оказывается, населявшие Албанию племена были туранского происхождения. А туранские племена – это, к великому историческому сожалению армян, не что иное, как тюркские племена. А тюрками были албанцы. Вот такие вот исторические факты приводятся в энциклопедическом словаре Брукгауза Ефрона. Далее. Как мы видим, в статье говорится об Армении. В том же энциклопедическом словаре Брукгауза Ефрона находим статью «Азия». В ней дается подробное описание этой части света. Читаем. Более сложное строение почвы имеет армянская возвышенность. Здесь курдистанские альпийские террасы, являясь продолжением юго-западного края Ирана, представляют собой южную границу плоскогорий, окружающих озера – Ульмию и Ван. А далее к северу, как продолжение Эльбруса, к долинам Аракса и Куры, окаймляются горной страной Азербайджаном и армянской возвышенностью, где рядом с плоскогориями поднимаются до облаков крутые горы и между ними Арарат в 4912 метров высоты. Таким образом, в данной статье говорится о стране Азербайджане и о географической местности, которая называлась армянской возвышенностью. То есть была древняя горная страна Азербайджан, это факт, который слепо и очень ненаучно отрицается армянами, и не была страны под названием Армения, а была армянская возвышенность, то есть географическая местность. Несколько слов об истории Армении. В статье Армения читаем. История. Армения – отрасль иранской группы индоевропейского племени. Древняя история страны почти совсем неизвестна. Имя Арарат, в древности даваемое северной части страны и связанное с Моисеевым преданием о потопе, встречается в клинообразных надписях и у Геродота. Древние персы называли эту страну арминой. История же, обработанная нынешними армянами, не опирается на древние армянские национальные памятники. Они связывают свою древнюю историю с рассказами Ветхого Завета, что доказывает ее позднейшее христианское происхождение. По преданиям армян, страна их была центром древнего мира, из которого вытекали четыре величайшие реки – Ефрат, Тигр, Кура и Аракс. Раем и, по сказанию библейскому и ассирийскому, после потопа сделалась вторично колбелью рода человеческого. Родоначальником своим они называют Гайка – сына, упомянутого в Библии Тагарма, вследствие чего они называют себя Гайками, а страну свою – Гайостаном. Далее хотелось бы прочитать еще одну строку из этой статьи. По армянским преданиям, заимствованным от греков. Таким образом, вся история Армении, она или обработана нынешними армянами, или заимствована, как говорится в словаре, у греков, или она основывается не на исторические факты, а на предания, рассказы, которые, разумеется, можно выдумывать в бесконечном количестве. Наконец, хотелось бы представить вашему вниманию маленькую статью из церковного словаря Петра Алексеева, которая была издана в 1773 году. Читаем статью Армены. Армены – еретики по стране, в коей они рассеивали свое учение, так наименованные. Что такое еретик? В словаре Петра Алексеева говорится, еретик – значит человека, не последующего правому учению. А ересь в том же словаре толкуется так. Ересь по большей части берется за такое мудрование, которое противно православию. Коротко представлю Петра Алексеева. Он – лексикограф, автор крупнейшего в 18 и 19 веках церковно-славянского словаря, богослов и историк церкви, член Российской Академии Наук с 1783 года. Его словарь лег в основу знаменитого словаря Академии Российской, составленного в 1789-1998 годах. Таким образом, не так давно, в 18 веке, под словом «армяне» или «армены» все еще понималась религиозная группа, а не народ или этнос в сегодняшнем его толковании, и как любят преподносить армянские лжеученые. Разумеется, это не все. Продолжение следует, друзья. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова